Наверняка не станет исключением. Ярославцы лучшая команда всей лиги. У них 100 очков. Гроссмейстерский показатель они выбили и имеют все шансы на то, чтобы стать победителями всего регулярного чемпионата. Давайте знакомимся с составами. Начнем, естественно, с гостей. Егор Гуськов, рекордсмен лиги по количеству сухих матчей сегодня на всем рубеже Ярославцев. У него 77-й номер. Его сменщик Сергей Мурашов, номер 20-й. И стартовая пятерка. Форварды Руслана Бросимов, 17-й. Степан Никулин, 13-й. Илья Назаров, 69-й. И защитники Владислав Лукашевич, 11-й. И Роман Романов, 94-й. Длительная сразу же атака гостей у нас. Как они не дают? Что-то в чем записывается шайка. Статин Китаров, номер 10-й в центре. По краям Степан Игнатов, номер 92-й. И Олег Богатов, номер 81-й. Здесь же с 7-мым защитником Марк Горбанов, номер 64-й. Он уже, кстати, выходил. Защитники Роман Бычков, 78-й. Алексей Горячев, 33-й. Главный тренер Ярославцев Александр Ардашев. Помогают ему Игорь Меляков, Денис Гребешков и Антон Шустав. Ну и судейская бригада. Два главных рефери. Александр Дударов и Дмитрий Заболотнев. И помогают им лайнсмены Ванислав Зотов и Никита Вовченко. Опасная могла получиться сейчас атака. Лока 3-2 они приходили, но там грамотно сыграли защитники. Пока не вообще преимущество, конечно, Ярославцев. В ранге лидера и хаворита они скорее заходят на этот матч. Рано или поздно любого нападающего прорывает, скажем так. Сейчас ярославцы в чужой зоне пытались. Но там хороший силовой Ачижикова, который смог оттеснить соперника. Шайбу забрал себе и уже устремляется в атаку. Смещается в центр. Пастный пятачок. Бросок с неудобной Капустина. Там никого нет на добивании. Мар Горбанов не прочитал эту комбинацию. Не увидел момент. Мог там уже замыкать практически пустые ворота. Вряд ли Бугайсков успел переместиться. Хотя... Да, шикарно здесь Романов подключился к атаке и получил передачу. Бросил, но успел переместиться в воротарь хозяев и спас свою команду. Это первая тройка была у гостей на площадке. И снова не задает неприятный момент. Здесь какая ошибка. Небрежность падает в Чижиков. Но снова не фиксируется на решение правил. Здесь Басимов уже от синей линии приложился. Но и снова щитком играет Гуськов. Здесь хорошая передача за ворот на Чижикова. Там придерживали клюшку. И бросок сильным не получился у нападающего Алмаза. И в любом случае момент тоже интересный. Хозяева создают первая тройка. Будет две шайбы забросили. Киста Алмаза уже. Кузнецов и Егоров. А вторым... Ну а Ярослав низом последовал. Еще один выстрел. И 2-1. Но так вот очень молниеносно ярославцы отвечают на две пропущенные шайбы. Бросок... Ну а автор заброшен шайбы защитник Владислав Лукашевич. Он лучший бомбардир ярославской команды. Не видели. Шайбу Алмаза разделила всего лишь на все 45 секунд. Ну и наверное порядка минуты прошло до того, как ярославцы свой гол оформим. Басимов. Полминуты. Даже полминуты, да. За минуту 12 команда забросила три шайбы. Хороший показатель. Ярославцы еще моменты. Бросок опаснейший следует. Это Илья Чифанов угрожал воротам. В створ попасть не сумел. Нам нужно быть аккуратным. В том числе и с этим хоккеистом. Есть у ярославцев тройка хоккеистов, которые лидируют в бомбардирской гонке. Сейчас практически повторили свою голевую атаку Чайповчаня. Только что на выбивании не было никого в этот раз. Никулин оставляет шайбу партнером. Входит Ярослав в чужую зону при помощи броса шайбу. За лицевую. Но Романов там не смог за нее побороться. И приходится сейчас в другую плоскость льда сражаться. Бросок от синей линии. Ну и 71 набранный балл. 32 шайбы. 39 голевых передач. Еще один бросок от синей линии. Мандель Лиги. Поигрывал в большинстве. Ну а я думаю, кто смотрел матчи Алмаза. Прошлый ломашний с Динамо. А то помнит, как непросто бывает хозяевам играть в меньшинстве. Гуськов из ворот вышел. Помог шайбу там остановить за воротами. Здесь хороший силовой от Горбанова. Встретил он соперника. И уехал на смену. Здесь так авантюрная игра от Гуськов. Но подстраховывать его защитник. Герцекс сперва не позволил, чтобы Манин шайбу прокинул, а позже и сам попытался отправиться в атаку. Ну и так же его там и отрезали. Да, ну... Три шайбы за первые 20 минут игры. 2-2 в Череповце. 17-14 по броскам створ в пользу хозяев льда. 7-8 по броскам в пользу гостей. 5-2 по блокированным в пользу хозяев. 3-1 по силовым в пользу гостей. И ни одной минуты штрафа в первом периоде. Ярославцы пытаются, как и первый период, начать игрой в чужой зоне. Сражаются за шайбу на чужой половине площадки. Но смогли как из-за алмаза отбиться, вывести шайбу из своей зоны. И вынудили сделать количество сухих матчей 13 раз в этом чемпионате. Он играл без пропустной шайбы. Это рекорд в молодежной хоккейной лиге. А Соловьев в чужой зоне. С до шайбу борется с двумя соперниками. Падает, поднимается. И уже здесь у борта до шайбы добирается Назаров. Смещается в центр. Уже Лукашевич пошел в атаку. Но так переосилил свои силы. И уже контратака хозяев Чизганов. Бросок в ближний. Но... Второй период. Период дальних скамеек. И меняться не так легко, когда ты обороняешься. Здесь... Нет, не получилось бросить у Ярославского нападающего. Лукичев. Наброс от синей линии. Длительная атака гостей. Никак не могут шайбовчане завладеть шайбой. Кисанов. Попутно еще меняются. Ярославцы. Вот сейчас... Только вывести удалось шайбу. Нет. Никакой контратаки помыслить пока не получается. Ну, здесь выходит шайбой зоны. Не будет проброса. И можно поменять состав Череповщанам. Тройка нападающих сменилась. Из-за исключения Соловьева. Только защитник там отправился. Менят Соловьев и Климов по-прежнему обороняются. Но свежие игроки появились. Белялов и Чизганов. И Холькин. Сейчас Холькин. Выиграл борьбу за шайбу Перевалова. И смог шайбу вывести из зоны. Тут Белялов поедет бороться. До шайбы доберется. Хорошая передача на Соловьева. Но у Соловьева сил не так много. Ему в шайбе расстаться. Да уехать на смену. Но он какую передачу делает на Холькина. А Холькин пас на партнера. На пустые ворота отдавал. Да, шикарность. Было все разыграно. Но пас от Холькина, к сожалению, для хозяев не нашел нужного адресата. А вот здесь силовой мог получиться. Пытался Банников поймать Соловьева. Это тоже претензии от хозяев по чистоте этого приема. Романов. В своей зоне. Через борт идет передач вперед. Холькин не смог ее перехватить. И очень опасный момент. Сидя дома. И у нас атака Чайповчан. Артур Егоров. Слабую передачу выдал Алексея Лапиной. Тут же контр-выпад уже гостей. Не задерживаются команды в средней зоне. Бросок Назаркин отбивает. И половина периода у нас уже прошла. Счет 2-2. Впереди армейцы. Этот счет полностью устраивает Алмаз. Но не устраивает то, что здесь. Да, не устраивает то, что здесь. В Москве Спартак и СК-1946 решают судьбу третьего места в влачной битве. И пока спартаковцы выйдут 4-2. Там идет третий период. Минута еще есть у Ярославцев на игру в большинстве. Не смог Никулин шайбу остановить. И вышла она в нейтральную зону. Ну и сам же Никулин пытается вернуть ее в чужую зону. Чифанов. Никулин. Как раз-таки от лидера Ярослава сейчас на площадке. Макисты, которые в большинстве больше всех забрасывают. И хороший бросок от Обросимова. Но по закруглению шайба покинула чужую зону. И только сейчас. Здесь ловят на смене Череповчана. И в гол. У второго перерыва. Изменит цифру на табло. Но вместо этого Ярослав еще один бросок неприятный создают. Это уже Никулин. Бросал по воротам. Но выше шайба полетела. Степан Никулин лучший бомбардир всей лиги. 71 набранное очко. У Руслана Обросимова на 2 балла набрано меньше. Во втором периоде у Гуськова это уже третья голевая передача в текущем регулярном чемпионате. Некоторые полевые игроки, я думаю, могут даже позавидовать. Полевым это, конечно, зря не хочется. Ну, я думаю, хватит игроков, которые особо очень не набирают. Назаркин заручает. Стремились. Кораблев оставляет его по партнеру. Вылезает на пятачок. Нет, не смог вылезти. Бросил. Игрок Лок по воротам. Матвей Банников. Ну и Миронов появился на площадке. Ярославцы в полном составе. Алмаз третью попытку большинства реализовать не сумел в сегодняшнем матче. Никулин. Пасла Назарова. Сложно было ему бросить. Гурав. Пока партнеры смену проводят, он пытался сохранить шайбу у борта, чтобы дождаться свеженьких игроков. И поделиться с шайбой. Кузнецов вот уже на площадке, но в борьбе с Абросимовым шайбу он там потерял. Но Каримов на синей линии поработал. Смог шайбу сохранить, правда, ненадолго. Никулин вперед идет. 40 секунд еще есть у команды. Таким образом Лока ведет после 40 минут игры. 3-2. Сразу же в атаку стремятся гости. Бросок, поворот. Локомотива один провел в Венерской команде. Локомотива один провел в команде. Лока юниор в НМХЛ. Где за 42 матча забросил шайб и 16 раз тестировал партнером. Также Егор Тулепов. Сегодня резервный вратарь у Алмаза. Большую часть своей карьеры провел в Ярославле. Начинал хоккейную карьеру в Орске. Но в 20 лет, если ошибаюсь, перебрался в Ярославль. Ну и Соловьев тоже игрок системы Локомотива. Дмитрий в Алмаз перебрался по ходу этого чемпионата. Не так много шансов. Да, в сезоне 18-19. Белялов оказался в системе Локомотива. Но так дебютировать в МХЛ в Ярославле он не усумел. И в прошлом году оказался в Череповце. Атака Кораблев наглянулся. Посмотрел по сторонам, увидел, что партнеры меняются. В итоге сыграл на защитника и сам же поехал на смену. Лидеры у железнодорожников на льду. Лукашевич. На Никулина. Лукашевич сегодня одна шайба есть. Правда, включился он в равных составах. Без ключки Герцег остался на какое-то количество времени. Но повезло, что Никулин запутался в своих ногах. И вышел шайбу в нейтральную зону на некоторое время. Но очень быстро ярославцы возвращают шайбу в чужую зону. Но и очень же быстро на Алмаз ее, все-таки, зону обратно в нейтральную зону отправляет. Никулин. Берется бороться у борта. Лукашевич. Пас налево. Но через 20 секунд Кузнецов появится. Командный штраф он отбывает. Никулин. Практически без бросков. Вот только сейчас атакуют ярославцы в ворота Назаркина. Не выпадет шайбу из зоны. Но закрепиться не удается. Поспешил с выбросом шайбы Герцег. По-моему, в составе чайповчаем. Могли от раз отбиться. Бычков за своими воротами. Ну и игроки 2000 года. У Ярославцев. Ну, у Лука там достаточно длинная скамейка. И хорошая школа, поэтому, я думаю, найдут кем они заменить. У счетчик товарищей. Да, не будем забывать, что у Ярославцев тоже есть команда в НМХЛ. Лука Юниор. Которая, как и Металлорук, Череповецкий играет во второй по значимости молодежной лиге. Как же они играют? Ну, они уже. В плей-офф там практически все уже. Сложно было подсказывать, как необходимо обороняться. В том числе и играя в меньшинстве. Ну и третий раз гости имеют возможность в формате 5 на 4 поиграть. Расположились они в зоне. Никулин. Бросок. Назаркин. Шеба отбивает. И выводит ее из зоны джиповчанера. Егоров с Лапиным совместными усилиями это сделали. Никулин. Уже в чужой зоне. Хорошая передача. Бросок. И 4-2. Данил Тисанов. Вторая шайба Лука в большинстве. И один третьего периода. Три шайбы отставания Алмаза. По-прежнему задача. Как можно скорее хозяевам забросить три шайбы. Как минимум три там. Да. Басимов играет на Лапина. Доехал уже без клюшки в зону. Посвежее выглядели. И расставаться это заметно. Скорости выше. Борьбы удачной больше. Не смог на закончу я бы зафиксировать. Но на подборе партнеры были. На ловушку. С вопросом наверное не Мима. Ты чего? Да, да, да. И подруга что случилось. Пять минут. До конца третьего периода. Герцог. Игоров атаку начинает. Две с половиной минуты еще играть. Три шайбы отставания у хозяев. Пока грамотно гости обороняются. Не позволяет сопернику создать опасный момент. В ответ сами частенько. Пову тоже пришлось потрудиться. У него 30 бросков. Поворотом. Тоже у вратаря Лока работы было немало. Ну последние две минуты периода мы стартовали. Не игрим. Три шайбы отставания. 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 Продолжение следует...